11 августа 2019 года Царю Небесной Утешителю души истины И жизни сыт И вся исполняя Сокровище благих И жизни подателю Приди все лисяны И очистены всякие скверы И спаси, Боже, души наши Всемогущий и милостивый Господь Спаси наши души через Слово Твое Святое Как Ты миллионы душ спасаешь Господи, помоги нам Даруй все осознать, что Ты здесь написал И все исполнить Только исполнитель будет жив, как Ты сказал, Господи Даруй нам быть этим исполнительным христианским заповедем Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына и Святой Дух Евангелие от Матфея 27 глава Проходится нами 6-10 стихи Первосвященники Взяв сребреники Сказали Непозволительно положить их В сокровищницу церковную Потому что это цена крови Сделав же совещание Купили на них землю горшечника Для погребения странников Посему и называется земля та Землею крови До сего дня Тогда сбылось реченное через пророка Еремию Который говорит И взяли 30 сребреников Цену оцененного Которого оценили Сыны Израиля И дали их за землю горшечника Как сказал мне Господь Толкование Карваною Называлась церковная кружка Которую клали Приносимая в дар Богу Смотри как Бог обратил В ничто их дело Так что обнаруживается только Кровожадность их До сего дня Говорит евангелист После того Называется Полем крови Так что всем памятно Что они убили Господа Прими к сведению и то Что о странолюбии Заботились и иудеи Так что Купали И поле Так что Покупали и поле Для погребения На нем странников Устыдимся же мы Которые почитаем себя Людьми лучшей жизни А странниками пренебрегаем Постыдимся И мы тоже тогда постыдимся То есть если Если что-то сейчас Ну как прокомментировать Это Блаженный феофилак Нам это толкование Это вот сейчас прочитали Видите Постыдимся и мы То есть тогда значит В Болгарии Там у них швах Было дело со странниками Ну это сейчас Как бы легко Кто-то в командировочные Там их принимают У них гостиницы Забронированные Кто-то едет К родственникам А были странники Раньше Путешествовали Через какие-то города Проходили пути Для того Чтобы можно было Во-первых Около крупных городов Ну как Инфраструктура называется Почему То есть там Жизнеобеспечение Для человека Во-первых Есть вода Всегда Без воды человек Просто угаснет Во-вторых Если есть вода Значит есть какие-то поля Поля это еда А еда это работа Труд Значит есть люди Много людей А труд На труд Кажется На чужой Каравай Всегда найдется Огромный род Какой-то чужой Поэтому надо охранять Значит есть охранные Какие-то отряды Охранные отряды Где идут И по дорогам тоже То есть вот почему Люди по дорогам От одного города До другого Странствовали А куда надо Ну в другой Другую местность надо А зачем Скажем Ну что сказать Ну вот почему-то надо было Вот Христос ходил Проповедовал А другие За коммерческих интересов Кто-то От кого-то убегает Кто-то наоборот К родственникам идет Ну и так далее То есть Всегда Эта миграция всегда была Поэтому Были странники Сейчас это Я говорю Что со странниками Немножко Не станешь ты там На площади Где-то у вокзала И не будешь высматривать Представили да Сразу Слышишь что стало Странника Ну и так скажешь Я же Авраам Я вот вышел На встречу Так там знаешь сколько С Баулами сейчас Понабежит Странников Ну вот интересно Я скажу просто о себе Ну как Странники есть Такие люди Интересные Вот из Таджикистана Из Узбекистана Приезжают И вот приехали Один Сардор А другой Кучкар Именно такие у них И вот они Искали тут работу Просто ходят По частному сектору И спрашивают На кого поработать Работают не меньше Одного дня И чтобы Каждому давали По тысяче рублей Но работают Они целый день Двенадцать Тринадцать часов Могут Четырнадцать Сделают все Что там скажешь И вот они к нам Пристроились Там мама их приняла Давно было уже В году Наверное в тринадцатом Это недавно Ну да Недавно Ну короче говоря И они поработали Такие все Хорошие И им так понравилось В следующий раз Приехал один Сардор А я ему говорю Слушай Как тебя звать Он говорит Саша Я говорю Не может быть Ты на Сашу Никак не тянешь Ты откуда сам-то Сам из Узбекистана Родственники В Таджикистане И в Таджикистане Ему имя дали Сардор Я говорю Что это имя-то Сардор Да Сардор А второй Кучкар Я специально записал Чтобы их запомнить А это говорит Кто это? Коля Потом я говорю Ну-ка скажите Как у вас По-настоящему У вас там не может быть Что такие А этот оказался Значит узбеком Кучкар А этот Сардор У него корни Из Индии Он чистый Индиец Индус Да Не индейцы Я говорю А индейцы Так что Так тоже можно назвать Так что Я говорю Ты прям На индийца Похож На индусах Он говорит Ну да Так и есть У меня Это родственники Оттуда Лет сто назад Приехали Оттуда По объектам Убегали Через Китай И они Значит Поработали И потом На следующую весну Звонок Ко мне В дверь Я открываю Стоят их Человек Шесть Дядя Игорь Это я Вы помните Как меня звать И оглядывается Такой На тех Ну год прошел Уже Я говорю Вот она Я говорю Я помню Как тебя звать Тебя звать Сардор Они так Все обрадовались По своему Заговорили Такие прям Глаза у них И на меня Вот так смотрят А он такой Победоносно Ну что Я же вам сказал Что есть один русский Который запоминает Наши имена Я А я тут добивающих Говорю А кучкар то где Как будто я по ихнему Заговорил Они так обрадовались Я говорю Ну заходите Они там Зашли в этот Я говорю Ну что вас привело Ко мне Что такое Говорит Это Не можем на работу Устроиться Апрель месяц Сезон не начался еще Никто на работу Не берет А они с детишками Еще стоят Пацанята Пацанята Человека три Маленьких таких И я говорю И еще у вас денег нету Еды нету Да Говорит Ничего нету Живем Говорит Там Приютил кто-то В сарае Говорит Живем Ну холодно Ну ничего Там печка Говорит А вот есть нечего Ну я пошел Там что было У меня собрал И главное У меня самое интересное Самого там денег Не было Там Рублей 300 Отдал Все что было Короче И там Растительного масла Хлеб там у меня Как раз был Там Всякие крупы Там Рыбу какую-то Консервы Там Все отдал Они радостно Ушли На следующий год Я же не все еще В апреле месяце Смотри Открываю Стоят Еще больше Все К 8 И там Детей уже побольше Мы от Сардора Дядя Игорь А это Сардора нет Я говорю А Сардор то где Он еще не подъехал Я говорю Что опять на работу Не можете устроиться Не можем А у меня Как раз были Никита И Володя Я пошел И я говорю Сейчас подождите У меня на этот раз Еды то нету Никакой Я потому что Кормлю Володя там у меня Работал Никита Еще там Марина Приготовила Я пошел Там взял денег У меня как раз Было денег Что-то Не помню Ну там Рублей 300 Может А Никита Что такое Пойдем Познакомишься С друзьями Из Узбекистана Таджикистана Он пошел А что Они все время Ко мне приходят Весной Я уже понял И это Я их подкармливаю Да ты что Никита Вытащил Тоже сколько Там много дал И Володя Когда узнал И Володя Достал Короче Мы им собрали Чуть не тысячи В целую Ага И дали ему Я что-то там Еще попутно Все-таки Прихватил Дал им еще В пакете Какой-то крупы Я говорю Ну вот вам все Они так Обрадовались Такие Поклонились Нету работы Дяди Мы тебе сделаем Работу Я говорю Нет ничего Сам говорю Вот видите А я еще Так это Здоровья У меня нету Говорю Работники У меня работают Они Ну да Да Ладно В общем Они ко мне Каждую весну В этой весной Не было Почему В том году Сардор пришел И сказал Я заболел Говорит Сильно Спина Потому что Они тянут Такие тяжести И Наценился Да И главное Сюда он уже приезжал И с женой И с детьми У него уже трое было Он говорит Жена сейчас там осталась И рожает Еще одного Поеду Говорит Туда Потому что Уже все Не вытягивает Поэтому Говорит Меня не будет И точно Нету Вот такие Странники То бывают У нас Нет Это не Странники Это попрошайки Это просто люди Попрошайки Они не предлагают Свои услуги Чтобы заработать А они С тебя И речь то Прошла о том Что вот У нас не странники В нашем доме Это живут Я о которых Обеседовала У нас живут Как бы Они сами Вот себе Находят И знаете Я вот коснулась Я уже рассказывала Об этом А теперь Я уже боюсь Их как-то Приглашать Боюсь Раз они мне Такое все Наговорили И теперь Мне брат Я говорю Володя Вот мне То-то-то-то Надо достроить Там вот Уже Все это Привезли А он говорит Да ты че У меня Узбеков Море Я говорю Так пришли Он говорит Ты че Людмила Стюмени Я пошлю сюда Ты там У вас их хватает Я говорю Ну мне Попалась Так-то Так-то Объяснила Что Батюшка Нет Он понял Я говорю Мне батюшка Даже не разрешила В чем дело Я ему все Рассказала Он говорит Че Конечно Ты тут На порог Даже И теперь Не пускай Он тоже Согласился Как батюшка От мне Сказал Что так Не делай Тут просто Единственная Вот ситуация Чтобы Пригласить Вот их Они согласились Ну а потом Какое Они сделали Быстро За три дня Наши бы Это за месяц Сколько делали Да Давно Вы никуда Не ездили Я вижу Легко Вам конечно Рассказывать Что попрошайки И так далее Ну я им даю Они приходят Постоянно Ходят Я им всегда Вещи даю А у нас было По другому Они прятали Наркотики В нашем подъезде Да почему Поповедуют Нет Да нет Конечно В нашем подъезде И вот они А мы то еще Не в курсе Это как бы Вот приходят С маленьким Ребенком Дайте хлебца Ага Хлебца 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 Маленький Стыль говорит Мясо давай Я говорю Мяса нету Мыло давай А что у тебя есть Давай И вот таким Вот знаете Как напором Мы им собрали С Галиной Приходите Приходите Ну что Обувь надо Она там Костины Эти ботинки В общем Мы все собрали Одеяло Еще что-то Ну в общем Что лишнее Все у нас Собрали Такой целый Мы этот самый Им ничего Это не надо Да Мне отказались Деньги давай И все Вот и все Да Деньги давай А вы трудились Собирались Ну да Мы как потом После этих наркотиков Знаете Как отбивались А потому что Они прятали В нашем подъезде Наркотики А заходили Как бы Да И не русский Поселился Он говорит Я охранником Вот здесь работаю Вот все это Ой Зубы Вот лечить А у меня денег нет Такой примерно Он задержал Одного Который пришел За этими наркотиками Оказывается Вон его А сам Он в этом деле Участвовал Ничего себе Вы рассказывали Да Ну знаете На совести В общем каждого Остается Помогать Или не помогать Ну я помогала Только единственное Что они брали Продукты И я на зубы дала Ну что Только приехал Вроде бы это И задержал Вроде кого-то И все Ну нету сейчас денег Я вот сейчас должен Получить Дала ему Я вам хочу сказать Что они Вот эти Которые приезжают На работу Они не каждому Приходят Они ко мне Пришли Только потому Что я Ну мама Вернее К ним очень хорошо Отнеслась Я как бы там Между делом Она там Руководила работами А я там С ними просто Побеседовал Поговорил И все Поэтому он Ко мне Ко мне обратился Не потому Будешь вести Они действительно Копали Копали Царствовать Оправданием Да вы что Посмотрел Ничего Ничего Или у меня денег Денег Много Что я буду За каких-то Двадцати тысяч В месяц Горбатиться Отпустил бы Души на покаяние Ну хоть нормально Я понятия еще не имею Еще лежит Еще лежит На заключительном Заключение Веков Как жить Если у него нет средств Ну да К примеру Не Ну у меня То досрочная пенсия Вот все Весь сыр борта Какая досрочная На север А да На пять лет На десять уже считайте Сейчас 65 Надо тогда идти Если сейчас Мне не дают пенсию То я до 65 Должен работать А если сейчас Дают пенсию То я Ну как бы Пять лет А так получается Не пять А десять И всего два года Это вот этот год И тот год И все А потом дальше Все Всем прерывается Дошути Я попал Прям на лезвие Представьте Никогда не думал Об этом Нет Я думал У меня были мысли По пенсии Но я как-то думал Ну пока Там уже Что-нибудь там Стерпится Слюбится А тут раз И Путин объявляет Я прям слушаю Думаю Господи Побила Ты меня на лезвие поставил Я прям У меня Аж холодным потом покрылся Когда услышал Что 65 будет Да еще и немощь такая И у меня как раз Спина больная Вообще Сключенный был тогда Сейчас хоть немножко Начал ходить После иглоукалывания Наверное После молитв Да молимся тебя И мать твоя Тебя молится Так что Так что у меня Вот Игнатий Тихонович Он стоял перед Неправедным судом Сто процентов Да Неправедные судьи И он говорит Я столько Много Исследовал Своё дело Запрашивал Там вот эти документы Судебные Своего дела И там Это можно Выписывал Сидел Там Всё это Готовился Защите Сам И все удивлялись Что у него адвоката Нет У него не было А какой бы там Адвокат Что бы делал Вспомните Фильм 12 Помните 12 Тяжелый Такой фильм Вроде и как Снимают И Как Второй Который Еврей Первый же там Макарецкий играет Он Предприниматель Но такой Пострадавший В жизни И Ему жалко Просто этого парнишка Было Ну и дальше Что то он в глазах Увидел Да и там Вы помните О ноже Вот этом Он подумал Что что то непонятное Все говорили Нож Не какой то Такой странный А оказалось Что обыкновенный Нож можно идти В любом киоске Покупать Вот и все Ну и он Это обратил внимание А евреи Гарт играет Он сказал Как Ну ты то Говорит Почему Руку поднял За то что он Не виновен Все то Сейчас пойдем домой Да и все Тут что Ночью сидеть что ли А он говорит Адвокат Что от тебя адвокат Ну адвокат Сидит там адвокат Вот в том то и дело Он говорит Скучал сидел адвокат Адвокат Вот определил Человек Ну если это правда То есть такая Ну а и видно По лицам человека Помните Как у нас Лена вела Здесь Детей занятия И обратила внимание Как они реагируют На слова Которые она читает Из Библии И она им говорит Ну почему У тебя Сестре там называют Тут пустые такие глаза Почему ты Ну никаких у тебя Нету эмоций Вот На эмоции Она именно перешла Сестра Политики Да И потом Сестры там Мамочки Собрались Как ломили По первое число Там Она побежала Ко мне защиту Искать Потом к Сереже Ну Сережа Она четко Нашла защиту А я Начал Занимать Двойственную политику Потому что Понимал Что Я то видел Эти пустые взгляды Тоже И говорил Мамочкам Я то говорю Матерям говорил У вас дети Сидят У них глаза Головянные Пустые Но потом Там еще Всякие Нюансы Нашлись Нюансы Физические Есть Ну короче говоря Есть люди Которые обращают На это внимание Поэтому Поэтому Когда себя На занятиях Люди ведут Неоживленно Меня тоже Это очень смущает Вот когда оживленно Там улыбаются Что-то там Кто-то реплики дает Ну это уже приятно Уже значит Что-то задевает А когда все замороженные Вот Был брат Иоан Приезжал Зеленский Он Я говорит Пока сидел На занятиях Это он мне Сейчас позвонил И говорит У Инафы отобрал телефон У Ивана Отобрал телефон Пока ты Говорит Там Рассказываешь Говорит Интересно Комментарии Даешь Такие Читаешь Слово Божие Они сидят Что-то там Говорит И в этих телефонах Делают Вот зачем Она купила Этот телефон Сестра А где она Кстати Эта сестра Плохо она стала Ей Ну понятно Ну ясно Плохо она стала Телефон Не досмотрела Опять свой Вот зачем Она взяла За 15 тысяч Телефон Чтобы не слушать Занятия Сидеть там Что-то Ладно Неинтересно Я рассказываю Но я-то тут Толкование читаю Тогда сиди И пиши Там на этом Телефоне Что бы ты сказала Ну К жизни своей Обратись Хотя бы Кому сказать Понятно Есть кому Говорить У нее вокруг Одни неверующие Есть кому Говорить Есть А ведь еще У вас нету Даже того Что самое главное У вас нету Между братьями Вот младшими У вас нету Дружбы Внутри Вы друг В гости Не ездите Ничего Нету этого Нету этого Нету этого В воскресенье Где-то собраться Давайте соберемся Там побеседуем Вместе там О наших Каких-то нуждах У вас ничего этого нету У вас надо собирать Вам нужно это Объяснять Вам нужно доказывать Что это нужно делать Вы братья и сестры Здесь Вот пришли Тут посмотрели И разлетелись У нас У старших Еще общение есть Через Игнать Тихон Через Васап И эти всякие Ну и так далее Тут встречаются Там какие-то Бывают Кто-то Кому-то ездит А вы-то дети Вы вообще должны Не вылезать Из гостей Друг у друга Это редко бывает У вас Очень редко И главное Нету вашего На это желания Понимаешь Все время нужно Вперед На шаг вам Доказывать Это Доказывать Нечего доказывать Это должна быть Любовь А ее никак Вы не проявляете Поэтому Правильно Человек говорит Я посмотрел Они конечно Неверующие Ясно А я Когда думал Через расстояние Когда беседуют С ними Что это Глубоко верующие Молодые люди Нестора Еще отмечает А Ваня Меня пугает Ваня Просто пугает Он говорит Деградировал За два года Как я его знаю Ну и Енафа А Енафа Вообще Она уже При падении Стоит Это уже все Да Вы же Давно Падение Фрося Заумная Ну Фрося Надвое Непонятно Куда попадет Еще Ну Она молодец Она Очень С ней интересно Беседовать Побеседуйте Она много знает Да Так и Ваня Много знал Он всем Ваня Вообще Главное Ваня Очень мало Нам рассказывает О том Что происходит Он вообще В свою жизнь Никого не хочет Посвящать А у него Сложные Обстоятельства Были в Павловске Очень сложные Пришлось Этому Брату Иоанну Зеленскому Вмешаться Он же МВДшник сам Причем Там спецорганы И он Через своих Однокашников Нашел Здесь В Алтайском Крае Какого-то Офицера Высостоящего Тот Позвонил Своим Ребятам В Павловск И те В Павловске Этих ребят Которые Которые Ваню Там Терроризировали Они Пришли К их родителям И этих Ребят И сказали Еще Если туда Нога вас Ступит Вас не будет И все Рассосались Никого нету И Ваня Понимаете Человек Из кургана Заботится Я говорю А почему Он мне это не сказал А Ваня Только ему сказал А здесь У Вани Все хорошо Ваня как У меня Все хорошо Как там Эти ребята Да все хорошо Эти там Курят А оказывается Они ему на кровать Суд Вы понимаете Что это такое Как ломают Психику Это Сатана Уже там Прокрался Потому что Он верующий И он Молчит Ничего не Говорит Здесь Я говорю Если бы мы Узнали Что там Такое Есть Я бы Сам туда Поехал Разбираться А туда Его Вот эти Ребята Из силовых Органов Пришли И с директором Беседовали И с учителями Беседовали И с родителями Этих пацанов Всех нашли Представляете Поднял Всех на уши Он говорит Я легко могу Вообще Все узнать И что вокруг Вашей общины Делается И все И так далее Я говорю Просто Он кем работает МВД Да Он Работает По охранам Там Вот это все У него Все Короче Так были И дед У него Чекист Первый Чекист Дзержинским Работал И Как сказал Через Через время Я не могу Понять У меня Такое впечатление Перед Походом В тюрьму Что я Иду На какой-то Как будто Там меня будут Исследовать Ну как Экзамены Какие-то Сдавать Такая Груз Груз Такой Да Ну от души Такая Тоска Оттуда Прихожу Он Говорит Я прихожу Оттуда Весь Раздеваюсь Полностью И вывешиваю На мороз Это все Мы же Зимой Всегда Было Я говорю От меня Вот этот Запах Тюрьмы Моча Вот это Вот Немытые Тела Вот эти Курева Вот это Все Вот эти Запахи Пропитан Полностью За эти Три-четыре Часа Пропитаются И Вот Такое Тяжелое Такое Состояние Я начал считать Сколько замков А там они как Они закрывают Вот так Там специальный В них отряд есть Который эти замки делает Они их не жалеют Вот так Как даст И он Бряк Бряк Вот эти Кормушки Открываются Он так вот Бац Кулаком Она брякает Все брякает Вот так вот И при мне Да Все такое Железное Звон И там Нету Милосердия Никакого И вот в эту Кормушку Заглядываешь Они вот так Кто хочет Послушать Слово Божие И бывает Прям все Вот так Сбегутся И вот так Смотрят Глазенками Потому что С ними Как я не знаю Со скотиной Я с этими Офицерами Разговаривал Я слышал Игнатих 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 С ними Разговаривает И я тоже Потом Меня Господь Побудил С ними Тоже разговаривать Чтобы они К людям Милосерднее Относились Ну какой бы ни был Он же сидит Тут за решеткой Он только Озламывается Больше от этого Лязгания До 30 Ударов Лязгания Пока пройдешь Поэтому Вот столько Там дверей Этих железных То есть Я смотрю Вот американские Фильмы Какие-то иногда Показывают У них тюрьмы Там что-то Вот такой Длинный коридор И тут камеры 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 Там по два человека Решетки То есть Ты можешь видеть И тебя видят И ты все видишь И потом Когда утро наступает Рыз Все решетки Открываются Они выходят Идут вниз Вниз И там большой зал И они там все вместе ходят Ага Ребята Вы в наших не были тюрьмах У нас вообще Этого понятия нету Американцы еще Удосуживаются Снимать свои тюрьмы И туда Русских Посадить Что это у нас Такая тюрьма Да у нас таких тюрьм Сроду не было Если будут Антихриста тюрьмы Они у него будут Они будут именно Такие как при НКВД Такие вот Да Один человек И все Никто ничего не будет знать Не переговариваться Ничего Тебя так забанят там В этом железе всего Один добрый Дяденька следователь Другой злой Один тебе шелбаны дает По морде И везде А другой тут в этот момент Что тебе больно Да больно Ну ты уж расскажи Расскажи А этот такой злой Он такой И вот эта вот ломка Она так действует На людей Если бы два человека били Не так было бы Как когда один Бьет А другой тут же рядом И Это не милосердие Это еще Жесточее Это не знаю Что это Нету сердца Верно Семьдесят два года Поэтому Вот видите Поэтому Из всего этого Можно какие выводы делать Рядом с нами Вот Рядом с нами Вот люди Вот с нами Братья И они Не хотят До конца Принимать веру Или вообще Не хотят веру принимать Ну Вера Как считают Что это Как положено Ну Они начинают жить По их Понятию Да Это он живет Вот так он и сказал Он говорит Не ты Светишь им А ты В их тьму Погружаешься Вот Зеленский Ну Верующий человек Что сказать И полностью Ваню содержит Он говорит Я полностью Я взялся Говорит Уже Насте пообещал И все Говорит Полностью буду идти Сколько могу С ними занимается По слову Божьему Человек с Кургана За тысячи километров Отсюда Вот он был На тех Службе На занятиях Он говорит Я как будто Вечно с вами был Ну он стеснялся Что у него скобленное лицо На работе ему Ну Я ему говорю Ты это Возьми Меры то Примирь Ну совсем уж Неаккуратно У тебя Верующий Так заботишься И такая Ну Ну не знаю Что он там решит И он стеснялся Ну мы вот Все вместе Его уговорили Ты тоже уговорил Нет? Нет Ну вот Нестор его уговорил И вам тоже Ты уговорил его Идти Сюда Он не хотел Стеснялся Конечно Он туда то ходит Он к старобрядцам ходит Он не в новое Он сам из староверов Беспоповцев И он туда к ними ходит Он там молится Он привык там И поэтому туда ходит Но у них же можно с бородой Так ходить А на работе Да у них наоборот Там надо с бородой быть И его там Бабушки то эти Говорят Они у меня все время Опять скобленная морда Пришел Он знает А он Я там стану Да стою И он думает Что сейчас Нам придет Так же У нас Сестры Они мягкие Они поймут Но только ты уж Раз понимаешь Что ты должен Какие то меры Это принимать Он говорит Да уж Конечно приму Ну сейчас будем ждать Его фотографии с бородой Он говорит У меня борода большая Я говорю Ну ты показал Хорошо Теперь На деле Давай Покажи Ну Вот что Господь делает С людьми Покаяние Дает Итак 15-18 стихи На праздник же Пасхи Правитель имел Обычай Отпускать народу Одного узника Которого хотели Был тогда Ну народ Которого хотел Был тогда У них Известный узник Называемый Варава Итак Когда Собрались Они Сказал им Пилат Кого хотите Чтоб я отпустил Вам Вараву Или Иисуса Называемого Христом Ибо знал Что Предали его Из зависти Высказка Какая интересная Толкование Блаженого Филата Пилат Старался Освободить Христа Хотя Старание его Было И слабее Надлежащего Комментарий По надлежащему Он должен был Сопротивляться Им За истину Сначала Он спросил Господа Не слышишь ли Что они Свидетельствуют Против тебя И спросил Для того Чтобы если Христос Оправдается Иметь случай Освободить его Когда Когда же Господь Не хотел Оправдываться Зная Вполне Что Не будет Отпущен Хотя бы И оправдывался Тогда Пилат Идет К цели Другим путем Прибегает К означенному Обычаю Как бы так Говоря Если вы Не отпускаете Иисуса Как невинного То хотя Как осужденного Даруйте Его Празднику Ибо Как мог Пилат Предположить Что они Потребуют На распятие Невиновного Иисуса А виновного Разбойника Отпустят Итак Зная Что Христос Невиновен Но терпит От зависти Он По этой причине Спрашивает их И таким образом Показывает себя Человеком Слабым Ибо он Должен был Даже пострадать За правду Поэтому он И достоин Осуждения Как человек Скрывший Истину Варава Значит Сын Отца Ибо Вар Означает Сын А Абва Отец Итак Иудеи И спросили себе Сына Отца Своего Дьявола А Иисуса Распяли Они И до ныне Прилепляются К сыну Отца Своего Антихристу А Христа Отрекаются А вот Фильм Есть Варава Где там Показано Что он Раскаялся И так далее Но никаких Доказательств На это Не существует А вот Как закончил Пилат Два Варианта По одному Варианту Он Уверовал Через жену Свою Которую Господь Посетил Во сне И она Даже написала Это ему Передала Что сон Снился сон У меня Ради этого сна Не делай Никакого вреда Этому Всему человеку Я пострадала Потому что Я много Пострадала За него Во сне Интересно Такое Тоже А по Другому Что его Все таки Разжаловал Тиверий Потому что Там Беспорядки После этого Начались И отправил Вон В ссылку И в ссылке Как он погиб Как бы так То есть Ну тут Непонятно Но многих Людей Этот вопрос Почему то Очень сильно Вот Мастер и Маргарита Написано Именно по этому поводу Целый Большой роман Посвятил Михаил Афанасьевич Булгаков Этому Событию Почему то Его Пилат Очень заинтересовал Именно Пилат Который мог Вступиться За истину И как бы Такое великое Дело сделать То есть Христа бы не отдали На распятие Ну как Это все Можно муссировать Прочитав Евангелие С толкованием Как это можно Вообще Об этом что-то Рассуждать Говорить Что надо На эту тему Писать Когда Это на спасение Уже не влияет Не повлияет Никак Если Как говорят История Не терпит Сослагательного Наклонения То История Нашей веры Какое Может быть Сослагательное А если бы Да еще Христос Неужели Говорит Пилату Господь Не представил бы Мне Отец мой Двенадцать Легионов Ангелов Вот тут Здесь Здесь такая Вот ситуация Тоже Я как-то Услышала об этом Вот Как многие говорят Благодаря Вот этой книге Глугакова Я Уверовала Ну я Я это говорю Вот Ты Искал Валя Так же Точно Мне Думаю Это вообще Это вообще Не касается Это как Как бы Пародия На то Что вот О Боге Не пародия Не пародия Называется У него Это первый роман Как он назвал Он даже Там не было Ни мастера Ни маргариты А написалось Только именно О бездомном Берлиозе И романе Именно о романе Пилата Где якобы Христос Ну гоноцри Бхаталу Иисус Гоноцри Но якобы Почему Потому что название Было Называется Копыто инженера А второе Евангелие от сатаны Ну так как Были такие времена Это был Был конец Тридцатых годов Ой Конец Двадцатых годов Двадцать седьмой Он начал В двадцать седьмом Писать Двадцать седьмой Пилатый год Еще Храм Христа Спасителя А потом Когда снесли Храм Христа Спасителя В тридцать этим году А он роман Не дописал На него это сильно Повлияло На него сильно Повлияло И он развелся С женой И встретился С новой женщиной Белозерской Еленой И вот у него Началось Вот это И он туда вставил Вот это Персонаж мастера Вот этого Ну человека Который пишет Писатель О именно этих О этих Вот временах Как бы И называет Представьте Евангелие от сатаны Да кто бы пропустил Это все А для чего Все это было написано И теперь Глядите дальше Да Я Пришел К чтению Библии Именно через Мастера Маргариту Ну почему Потому что Библии нельзя было Достать Нельзя вообще Было достать Ее не было В самоиздате Библии А этих книг Самоиздатовских Они были Некоторые книги Среди них Архипелаг ГУЛАГ Там Красное колесо Там Оно Меньше Ну архипелаг ГУЛАГ Ходило Прям перепечатанная От руки Вот такая вот Пачка затертая И мастер Маргарита Перепечатанная И я и то и другое Прочел Вот что Дело Просто что было Самоиздатовского Я прочел А Самоиздатовское Это называется Нелегальное Понимаете Если бы меня За этим застали Чтением Меня бы Посадили Как Игнатих Потому что Я начал читать В 87 году Это все А его только Выпустили В 87 Поэтому И Когда Я читал На работе Оставался на работе Отодвигал Ящик стола У меня здесь Документы лежали И когда Допустим И закрыто было И когда Кто-то ко мне Стучался Я один документ Вот сюда прятал Чтобы сверху Ящик задвигал А документ этот Лежал Ручка тут Все как будто Я пишу Работаю Я подходил Открывал Такой задумчивый Ну там Спрашивали В чем дело Кто там Может техничка Пришла помыть Я такой Да-да-да Конечно Сяду там Как будто расчеты Выйду Такой Артист настоящий Не дай бог Кто А потом Когда все Заканчивал Я вытаскивал его В папку Каких нибудь дел И ставил Чтобы никто не видел Не видела Что мне донесли Ну конечно Да конечно Вы что Не понимаете Какие времена Что ли были Ну не понимаете Слушайте Что вам рассказывают Старшие Старшие Да И поэтому Этот Этот Роман И где ты еще Узнал бы вообще Хоть о ком-нибудь И я вообще Когда прочитал Меня только одно Заинтересовало Почему Зарезали Иуду Это же все Выдумка была Но я Я откуда-то знал Что он повесился Откуда я знал Понятия не имею Единственное Что знал Истину какую О Христе Что он повеет И я начал искать А где найти В Библии В Библии И я начал И Библию искать Нет Нет Новый Завет Даже В Новом Завете Надо искать В Евангелии Нужно искать Конкретно Евангелие от Луки А я искал В Библии В целой Вы представьте Теперь я получаю Наконец-то Купил книгу Библия Нашел через год Ее Даже больше Полтора Начинаю читать А там и слухом Не слыхано Ни о каком Иуде Который там Предал Христа Ни о Христе Там как бы Нету ничего Такого Ничего этого нету Понятия И только Когда я Дочитывал Начал читать Евангелие Я же от Матфея Прочитал От Марка И от Луки Когда начал Это в самом конце От Луки Вы я уже Все понимал Уже все И когда я прочитал Думаю Булгаков Че как он написал Я еще Перечитывал его Еще перечитывал И я думаю Для чего я перечитывал И теперь я знаю Для чего Чтобы можно было Всем сказать Что этот роман Можно читать Только С каким-то Верующим Проповедником Миссионером Учителем Верующим Или знающим Братом Верующим Или со священником Который понимает О чем там идет речь И прочесть Только для того Чтобы Это Чтобы В заблуждение Другие не вводились А чтобы можно было По этому роману По произведению С другими людьми Разговаривать Особенно с детьми Убрать Из школьной программы Мастера и Маргариту Убрать На место Мастера и Маргариты Поставить Этот Белый Черный снег Черный снег Да Черный снег Или Белая гвардия Называется еще Второе название Это О временах Большевизма И так далее Ну и так далее Ну и то есть Гражданской войны Конец 18-го Начало 19-го года Это Это его произведение Отличнейшее произведение Это Оно сейчас снято Белая гвардия 12-го года Вот Молодежи Можно посмотреть Какие были времена Суровые И так далее О гражданской войне А мастера и Маргариту Ни в коем случае Не смотреть Без Знающих людей Слово Божие Ни в коем Там галимати хватает А ее еще взяли В школьную программу Вставили Мастерин Говорит Сумасшествие Вставили Никто ничего не поймет Из детей Я разговаривал С учителями Я разговаривал С завучами школы Разговаривал И когда Начинал говорить Они Понимают Что я в теме Они А как вы думаете О чем это Говорится Я им рассказываю Это памфлет На советскую власть Памфлет Настоящий Памфлет Полная безысходность Внутри человека Отпустошенность У него была Это надо же Его биографию знать Он был Участником Белого движения Михаил Фанасьевич Он был В полку Белогвардейском Врачом Вы понимаете Сколько он всего Насмотрелся Начиная с Восемнадцатого года И заканчивая Двадцать первым Потому что он Отступил в Закавказье И в Баку Заболел типом И это его спасло Потому что он лежал Весь бритый В белом Во всем И непонятно За кого он За белых Или красных А там как раз Было межвластие Такое То есть чисто Большевиков Как бы не было Там были И эсеры И так далее И они там были До двадцать третьего года Пока Это называлось Закавказская Закавказская республика Все это называлось Вот сейчас Все которые там есть Чечня Дагестан Осетия Грузия Армения Все Все Это была Одна Закавказская республика Все вместе Там не было Разделено Ничего В двадцать третьем году Когда большевики Все захватили И он на этой волне Просто проскочил Чисто в воле случая Что заболел Прямо Когда боевые действия Еще были Он Ну Тиф там Ходил между раненами Заболел И это ему повезло Просто Вы понимаете Что он Он был противник Вообще большевизма Он был Монархист По себе Когда написано Было так Какая-то пародия Я читала Конечно Это памфлет Памфлет На советскую власть Думаю Какой-то фантазер Какой-то Фантазирует Да И он Он оставил О тех временах Если вы будете читать Со слезами на глазах И знать хорошо историю Вы поймете Что он там написал Это постоянные репрессии Репрессии Люди Себя не знают Они будут Хоть кому поклоняться Хоть сатане Лишь бы их не трогали И Сребролюбие Полностью всех охватило Все полностью Коростолюбие Все думают Только о себе Больше ни о ком Почему? Нету милосердия Это показано в том Что когда в конце уже Когда вышла женщина И увидала Сатана С его слугами Мастер-маркет На конях черных И она как увидала это Поняла, что нечистая сила Подняла руку-то И крест Господи А этот Обандомна-то Ангел смерти Он Руку отрублю Только перекрестись И она тут же отпустила Взвизгнула и убежала То есть даже Крестное знамение Это уже было Это все показывало Что там творилось В этой стране Это Нам невидимо было Нам Это Духовно Это надо духовно Рассматривать Через Через призму Гражданской войны Вот и все Это очень сложно Это надо Хорошо знать историю Для детей Они никто ничего не знают А читают Мастер-маркет И там вот Это голые Женщины Ведьмы там летают Все и все Конечно это Сказка Сказка какая-то Для них А он Это писал Для себя Потому что Ну человек должен Что-то оставить Вот Игнатих Он верующий человек Он оставляет После себя Изложенные В ритме проповеди А тот И обладал Талантом Другим Ну вот там Можно много еще Что почитать У него там И все Памфлеты Он был Филитонист Кстати Он в газетах Писал филитоны На разных И чувствуется Чувствуется Что это Какое-то Насмекательство Над нами Живущими Тут Что с нами Происходит Ну да Правильно Именно так Именно так Именно над советскими Совки Как называли Тогда Над совками Да Это совершенно Правильно Ну Будем так Говорить Они все Это поняли Они все Поняли Эти люди О ком это Говорилось И они Его просто Он умер Практически От истощения Голода И главное Что голода Морального Потому что Он был Изгой Со всеми Запрещалось Общаться И он так И помер В молодые годы Там ему было Всего 46 Что ли Самое хорошее Когда уже Получаешь Но уже Какие-то плоды Пожинаешь Кстати Он так и не написал Этот роман Концовку Он не написал Потому что Концовки нету Да конечно Концовки нету Нету концовки Концовки нету Потому что Не было Не было Конца и краю Советской действительности Он хотел прозреть Когда это Рухнет Гадость А это только Начало было Да И там Все это Объясняется В первых В первой главе Когда Сатана Беседует С этими Двумя Москвичами С двумя Людьми Один Иван Бездомный Это Прообразы Демьяна Бедного На которого Есенин Написал Ститутворение Ты только Грит Хрюкнул На Христа Свиньей Называет Вот это Как раз Про Это Что И Дальше Чтоб Покаялся И там Об этом Тоже Говорится Все Ну Это Отдельно Отдельная Тема Но Ему Посеют Желудок И он Привык И он Описывает Свои ощущения В дневнике Как бы Как Все говорят Он был наркоман Булгаков Потому что Так описать Это все Почему Этого Нету Наркоманам Надо Преподавать Это Рассказывать Прям Читать А лучше Всего Детям Пока Они Не стали Наркоманами Этого Нету Это В восьмом Классе Уже Можно Спокойно Она Очень Легко Читается Там Почему Потому что Там Опять Идет Через Гражданскую Войну У нас Выносить Гражданскую Войну На свет Не хотят Думается Как бы Везде Печатается Что у нас Нету Гражданской Войны Шиш С маслом Она До сих пор Идет Почему Потому что В Германии Когда Германия Объединилась Всем На территории Там Германии У кого там Были Какие Поместья И так далее Все вернули Понятно Почему Ну там еще Живые Наследники Там не так Убивали А у нас То что Прошло 9 миллионов Три волны Иммиграции 9 миллионов Русских Людей Богатейших У нас Куда ни кинь Где В каком краю Там Где Есть поместья Они еще Там заброшенные Где-то показано Стоят И так далее Какие-то Отреставрированные Там какие-то Музеи Что-то есть Это все Людям принадлежит Которые Не убивали Там никого Ничего Они Были просто Людьми Богатыми Людьми В своей стране Сейчас у нас Почему Эту Дерипаску Не убивают Почему За Путиным С медведем Никто не гоняется Они тоже Богатые И так далее Почему Тогда было Такое время Гонялись И убивали Отбирали все Отдайте обратно Их потомкам Они за границей Живут Тогда кончится Гражданская война Приведите все В надлежащий вид Ладно Царя батюшку Не ставьте Хорошо Президент Уже есть Ну хотя бы Почтение Оказывайте А это есть Глядите Вот сейчас В Екатеринбурге 17 июля Было вот это Событие Как всегда у них Крестный ход Они через весь город Идут Там людей Сотни тысяч Идут Крестным ходом До Елабгин До этого Как он это До Епатерского дома Где был Епатерский дом Приельца не снесли Где царя батюшку Расстреляли Там натуральное Поклонение То есть Люди Люди в массе Жаждут покаяться За это Как Господь говорит Этим Выграть себя Обличаете Потому что Ваши отцы Убивали пророков А вы строите им Гробницы Теперь Вы то есть Понимаете Кто были ваши предки Какого вы кормят Как вы себя Должны вести Строите гробницы Пророкам Которые убили Ваши предки А пророки Говорили Что нужно делать А вы этого не делаете А что говорили Покаяться Пред Господом В вашем Немилосердии Жестокосердии Забыли Суд Милости Веру Вот как сказал Господь А они Ну это Мы не понимаем Ты кто такой Ты где учился Это не так Мы же гробницу построили Что эти гробницы дадут Ну туда люди приходят Там типа Пророка почитают Эти люди Они другого корня А вы должны Так покаяться Чтобы не гробницы Строить Вы построите гробницу Пророкам В своей душе Чтобы слова Были не Отпечатлены У вас Только На бумаге А чтобы Вы исполнили Почему Господь Для всех нас Говорит Не Слышащий Но исполняющий Жив будет Вот было время Когда Это был Какой-то 2000 год По-моему Когда Вот Как раз Гибель Как убивали Царя Все И Выступал Ельцин Когда Еще был Около 2000 года Где-то В каком году Там Когда Это Было Да В 2000 году Церковь Начала Почитать Императора Это 99 Это 99 Год Да Перед его Уходом Мы все Включили Радио Там На работе Даже И мы Слушали Он Так Долго Говорил Приносил Покаяние За то Что Было С За то Что Советская Власть Вот Так Уничтожила Такое Количество На Соловках Он Все 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 И говорил И говорил И он Говорил Что Он Главное Так Говорил Что Мы Виноваты Вот Эти Наши Отцы Наши Деды Они Виноваты В том Что Уничтожили Но Мы Занесем За них Он Хороший Кто Ему Написал Этот Сюжет Вот Именно Мы Слушали Мы Не Верили Своим Это Что Он Ельцин Запивавшийся Пьяница И он Мог Но Он Просто Читал Он Читал И Мы Слушали Больше Часа Это Было И Я Так Сижу Я Уже Ходила Это Самая Церковь Уже И Я Главное Так Как Вы Ходили В церковь В 99 году Вы Уже Четыре Года Были В общине Почему Я В 93 Году Только Покрестила И 92 Года Начала Ходить Ну А Тогда Не 99 Год А 92 91 Разговоры Да 91 Я В 92 Году Пришла В 93 Меня Покрестили Значит Разговоры Не о 99 Годе Вот именно 91 Вот Может быть Ну Сразу Там Как Перестрой Как Это Советский Союз Руклал Но Потом Никогда Это Не повторилось Он Говорит Это Позор Нашей Страны Это Позор Падает На Всех Наших Предков Которые Это Ну Кто Вот Это Делал Наши Деды Там Но Не Было Раньше Которые Были Верующие Для Нех Вера Была Это Главное Позор Стыд Какой-то Для Таких Каких-то Поступков А Сейчас Это Выхлестнулось Мы Уже Привыкли В Наглости В Нахальстве Все Это Обирать Людей Он Подработал Мы Ему Не Платим И Он Такие Вещи Говорил Он Говорил Открытым Текстом Я Еще В То В В В Сильно Поняла Но Маленько Я Мы Были В Шоке А Все Обратилось То Что Начало Государство Помогать Строить Церкви Почему Больниц Нехороших Не Понастроить Почему Не Понастроить Хороших Домов Приютов Для И так Далее Все Не туда Опять Пошло Церкви 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 Вроде Как Люди Должны Все Заполомнить Одни В Церкви Все Но Это Не Так Община Должна Построить Церковь В Община Чтобы Каждый Желал Вот Я Сейчас Перед Занятием Спросил Кто Желает Чтобы Сейчас Были Занятия Никто Руки Не Поднял А Кто Домой Хочет Двое Сомнением Видно Что Хотели Уехать А Кто Приехал Из Тайменского Района И Ушел Ушла Я И Оставляла Я говорю Ты Зачем Пришла За Звонит Ну Беги Беги Проси Только Посмотри Незнакомый Не Открывай Я говорю Ты Куда Пошла Я По Делам Пошла Ну Ее Увела Таня Я Наде В тот Раз Сказал Надя Бегала Тут Мы Песно Пение Пели Она Тут Со Всеми Разговаривала Я Укорил Я Знаешь Почему Ты Разговариваешь Со Всеми А Не Поешь Потому Что Я Сейчас Уйду Я Говорю Вот Правильно Ты Сейчас Уйдешь И Все И Тебя Нет Я Говорю Ты Еще Народ Отвлекаешь От Песнопений А Песнопения У Нас Прописано Слове Божьем Назидайте Друга Песнями Духовными И Псалмами Мы Еще Псалмы Тут Не Поем А Надо Бы Псалмы Петь Ну Псалмы Пели Как На Службе Да И Ну Там По Словянски Надо Так Чтобы Понятно Было Еще Петь Псалмы Как Хорошо И Как Приятно Жить Братьям Вместе Это Как Драгоценный Елей Стекающий На Бороду Бороду Аронову Помните Да Стекающий На Края Одежды Его А я Приехала К своему Брату Когда Ездила Ему В Такое Время 60-летие И Я ему Привезла Я Привезла Ему Икону Иисуса Христа Вот Как Надо Вот Как Трудиться Для Души Надо К Концу Занятий Приехала И Сразу К Духовной Пище К Батюшке На Благословение Да Вот Пожалуйста Вот Пример Какой Ну Правда Не очень Молодой Молодые Примеры Конечно Были Но Молодые Примеры Вот Пожалуйста У нас Лена Елена В крещении Бывшая Алена Ты прям Алена По паспорту Да Алена Крестилась И сейчас Елена Вот Пожалуйста Не старая Не старый Человек Не старая Вот Вот Дочка С ней Глядишь Анютка Будет Тоже Верующей Да Потихонечко Интересно Верующей Быть С мамой Читаешь Слово Божие Слушаешь Молодец Такая Кивнула Головой Она потом Может разговориться Еще Она не понимает Не Ну почему Кое-что Понимает А Приходится Да Не Ну понятно Что Я вот С Нестором На ту Суботу Были Я ролики Включил Думаю Какой бы ролик Показать Смотрю Златоуст Потеря Я говорю Ты видел Нет Не видел Не видел Я говорю Баня Тоже Значит У тебя Не видел Да Наверное Тоже Не видел Златоуст Из Потеряновки Это Как говорится Наше Все У нас Больше Ничего Не было Да Это Три Златоуст Из Потеряновки Крещение Руси Предчувствие Второе Крещение Руси Предчувствие Три Вот Было Все Мы Периодически Просматривали На видеокассетах Это Потом Уж Когда Канал Это В какой 2007 Только Год Началось Там Что-то Еще Скайпа Не было А теперь Это Там Столько Роликов Мы С Интересом Посмотрели Некоторые Ту же Самую Потеряевку Все Смотрим Как Сериал Какой Комментарии Люди Дают Какие-то Советы Так Интересно Ну Настоящее Общение Если Хотите Чтоб Кровь Иисуса Христа Очистила Со Церков Греха То Имейте Общение Друг С Верующие С верующими Должны Иметь Общение Люди Там Благословений Столько Желают Много Ну Есть Конечно Интересные Если Прямо Охудники Так Есть Вопросы Вопросы Конечно Они Есть Где-то Глубоко Читаем Дальше 27 Глава 19 19 31 Стихи Ой Как Между тем Как сидел Он На судейском Месте Жена Его Послала Ему Сказать Не делай Ничего Праведнику Тому Потому что Я ныне Во сне Много Пострадала За него Но Первосвященники И старейшины Возбудили Народ Просить Вараву А Иисуса Погубить Тогда Правитель Спросил Кого Из двух Хотите Чтоб Я Отпустил Они Сказали Вараву Пилат Говорит Что же Я Сделаю Иисусу Называем Христом Говорят Ему Все Да Будет Распят Правитель Сказал Какое Же Зло Сделал Он Но Они Еще Сильнее Кричали Да Будет Распят Пилат Видя Что Ничто Не Помогает Но Смятение Увеличивается Взял Воды И Умыл Руки Перед Народом И Сказал Невиновен Я В крови Праведника Сего Смотрите Вы И Отвечая Весь Народ Сказал Кровь Его На Нас И На Детях Наших Тогда Отпустил И Вараву А Иисуса Бив Предал На Распятие Тогда Воины Правителя Взяв Иисуса В Приторию Собрали На Него Весь Полк И Раздев Его Надели На Него Багреницу И Сплетши Венец И Стерна Возложили Ему На Голову И Колени Насмехались Над Ним Говоря Радуйся Царь Иудейский И Плевали На Него И Взяв Трость Били Его По Голове И Когда Насмеялись Над Ним Сняли С Него Багреницу И Одели Его В Одежды Его И Повели Его На Распятие Блаженный Филак Толкование Интересно Вот Это Редкая Икона Она Есть В Покровском Соборе Лицом И Трос Держит В Руке Багреница Такая На Нем Огромная Такая Огромная И Редко Кто Понимает Что Здесь Вообще Происходит На Этой Иконе А Это Последние Часы Можно Сказать Жизни Господа На Земле В Уничижении Будем Так Говорить Самое Интересное Глядите Сейчас Такое Внимание Ваше Глядите Пилат Его Хочет Отпустить Ну Как бы Значит Воины Понимают Что Пилат Хочет Его Отпустить Они Слушаются Он же Говорит Нормальным Языком Они Римляне И Когда Все Таки И народ И он Еще Народ Возмущается И он Еще А Вообще Он Не должен Был Спрашивать Что Он Сделал Что Он Не Сделал Это Лишнего Он Уже Он Говорит А Какое Зло Он Я Представитель Власти Здесь У меня Стоят Войны Мои Войны У вас Оружия Ни у кого Нет У них Все Есть Я Сейчас Скажу Размолотят В пух И прах Никто Не боится Его Никто Не боится Почему Лже Духовность Овладела Всеми Лже Патриотизм Называется Народ Думает Что Христос Носитель Лже Идеи Религиозной Которая Может Повредить Верю В истинного Бога Понимаете Как пошло Это все А когда Принимали От него Исцеление То Осанна Кричали Сын Давидов Кричали А здесь Все Уже Он им не нужен Уже не угоден И так далее И в то же время Римские Войны Начинают Над ним Насмехаться Потом Начинают Издеваться Над ним Начинают Наносить Боль Потом Еще и Увечья Раны Спрашивается А ничего Своего правителя Не боятся Или хотят Выслужиться Раз теперь Законную силу Вступила Это Значит Казнь То есть Наказание Его Казнь То теперь Что хочешь Можно делать Он отдал На порукание Его Но их же никто Не заставлял Да Никто же не заставлял Он же их не заставлял Ясно Наоборот Своими словами Видно было Что он готов Его отпустить Потому что На нем меньше вины Он никого не убил Из римлян Никого не оскорбил Даже из них А варава Как мы знаем Он был убийцей Как раз Каких-то Ну Слуг Первосвященнических То есть Тех Которые В услужении У Рима Были Не самих Римлян Нет Не солдат Римских Именно чего Там на месте Убили А именно Вот Кого-то Он убил Именно Из Из народа Римского Иудейского Вот чем дело Настоящий Разбойник И на него Они Спокойно Не реагируют Не обижаются Что Я просто Вам Некоторые Это В самом Человеке Эти солдаты Они Просто хотели Жертву Чтоб Поиздеваться Разрешите Вот Мы Смотрели Пока я там Была В этом месте Страсти Христов Со слезами Смотрели Вот Эти Стязания Какие Злобные Лица Были У этих Воинов Или Это Уже Переигранно Я не знаю Как раз Но Действительно Картина Очень страшная Была Ну Страстя Христовых Там Нет Не Джода Сен А Мил Гибсон Там Да Там Перестарался Там Где Семихвосткой Мили Христа Там С такими Этого Не было Он бы Никуда Не дошел Еще и Крест нести Биф Биф Это Плети Давали Плети Но Никак Не Вот Эти Вот Показывают Мясо В клочья Там Летит И так Далее Ничего Такого Не было Там Но То Что Биф Это Значит 39 ударов Плети Дали А потом Еще тащить Вот этот Столб Центральный На себе Люди То страдали Когда смотрели Плакали Некоторых В истерике Но дело Со всем Его били Уже Уже Все понятно Дальше То издеваться Зачем О чем идет Речь То есть Это В самих Людях Они злобные Были Такие Может Это Провокация Чтобы Не Его Провоцировать На такую же Злобу Чтобы Улипся Его Сдражали Причем Здесь провокация Не было Это просто Человеческая Сущность Такая И мы Это Часто Сталкиваемся С вами И Здесь Такие люди Есть И этим Людям Дается Очень Многое Почему Другие Люди Видят Страдания Народа Людей Почему Не оказывают Милость Хотя Они имеют Власть Почему Это Злоба Внутренняя Вот Видите Был Карлин До Этого Томянина Томянка Был Карлин Дороги Делали В час По чайной ложке И все Осенью Когда дожди Лили со снегом Еще года Нету Как он Встал На должность Он Ни на кого Не смотрит Делаются Дороги Вы видите Что творится В Барнауле В Алтайском Везде Я поехал К Крестнику В этот Борзовую Заимку Там Не было Никаких Дорог Там Пути были Направление Там Дорога До самого Их дома Сделана Прям до Их Калитки Там Домов Та этих Стоит Ну раз Два И обчелся И сделали Великолепный Асфальт Со всеми Там Выдержками Все Там Знаки И уже Все Это Это Что За Человек А все Говорили Что Это Такой Нормальный Мужик Он Как Свойский Сразу Схватывает На лету Все Карлин Столько Был Ни одной Дороги Один Павловский Трак Делали 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 И Еле Еле Его Добили А здесь Тут же Ленинский Та полоса Эта полоса Там Не в меня Милиционеров Поставил Регулируйте Движение Меня не волнует Все А когда нам Еще работать Зимой Что ли Совершенно правильно Делает Мужчина Просто так Кажется Время не тратит И деньги Тоже Видать Они не идут В карманы Этих Барыг А за дороги Все время Отчитывались Больше чем Увери А ничего Не было Сейчас куда не посмотри К кому сейчас не обратись Около нашего дома У моего дома Сделали дорогу Я приезжаю С Потеряевки По этой дорожке Там Которой между Переулками Ура Что такое Черное По тормозам Дорога Вечером Возвращался Что ли Ну вечером Да Дорога Вот это да Ничего себе Дорога Новая Туда Сюда Потом там дальше Проехал Там дороги Там дороги Вот это да Это меня не было Всего там 8-9 дней И уже столько Там понадела Всего Вот как надо Трудиться Для народа Не взирая Там ни на какой Ропот А никто не ропщет Все друг дружку Место уступают Проезжайте там Когда в одну линию Было 3 полосы Или 4 А тут одна Едут Ничего Нормально Понимают Потому что люди Всем машины Жалко Это же деньги Ремонты И так далее Я представляю Сейчас там В автомастерских Все этого Томяняна видать Томянка этого И в хоз И в гриву Что ж ты Пришел Тут там Пришел Дороги Сделать Для них Лучше Вообще Чтоб Не было Кочка На кочке Была Еще Игнатин И убрать Лежачих Полицейских У вас там Где А у вас У вас убрали У вас не туда Я проезжал А там то есть Еще Туда дальше И главное Лежачие полицейские Это такая Знаете Возвышенность Допустим С эту лавку Начинается Чуть-чуть Потом на 10 Сантиметров Поднимается И в конце Через метр Опять начинает Опускаться И вот так И ты Ну чтобы тебя Машину не подбросило Ты притормаживаешь Как бы А тут Пешеходный переход Там или дети Играют Там или что Какая площадка И вот по идее Так должно быть У них во дворе Вот такой Вот такой маленький Сантиметров 20 Вот такой Его переезжать Надо полностью Остановиться Вот Остановился И на первой Потихоньку Бым Тебя все Это у меня на ниве Сзади Бум Я думаю Как они тут Им не жалко Это Они что тут Заняться Им не еще Стеснуть Надо это все Ну Ну сделали бы Ну поменьше Немножечко Ну чтобы Бук Вот так Вот как бы Ясно что Все равно Притормозят Иначе там Мосты Вылетают Все эти Амортизаторы Нет вот Так что Вот видите Какие Это все Зависит От самого Злого сердца И Пилат Как бы И готов Даже отпустить А эти Ничего не видят Даже Это их руководитель Мы могли бы Сказать Подожди Нам надо Аккуратнее С ним Как-то обращаться Ничего нету То есть При казни При Вот При том Как судили Христа Проявилось Все злобные Качества Людей Вокруг Все прям Все вылезло Я хочу К чему это сказать Поэтому Когда мы Искренне Верующие Если вокруг Нас происходит Что-то Вот такое Злобное Вы сильно Не удивляйтесь Почему это Все происходит Вот Как брату Нашему Обоссали кровать Эти ребята Его Верующие Просто Это понятно Надо Когда мы узнали Молились бы За это дело Конечно приняли бы И меры Тоже Но Мы бы молились Советы бы давали Брату И так далее Вот Все утаил Все утаил Почему То ли стыд Какой-то ложный То ли еще что То ли Не видит Человек Сердцем своим Как его любят Здесь Братья Сестры Как хотят Чтобы Был искренне С нами Верующий Со Христом Или вот У нас братья Куда-то уехали Там За границу Поехали Некоторые Сейчас отдыхать Никогда не скажут Мы поехали Куда-то Вот у меня Жена поехала Тоже за границу Все встала Попросила Молитв И так далее Почему Почему Ну потому что У нее совесть Не обличает Нам не на чужие Деньги едет Вернее на чужие Ну брат Брат Как он ее любит Он хорошо получает Он ее так Знает что Она любит Сколько Час 16 А ну час Все бачка Да Вы точно Прям как у вас Барометр Да Час 16 Так Какая Девятнадцатый Трестивый Последний Меня не будет Что-то Надо еще читать А? А кто читать будете Найдет 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 Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Батюшка Благословите нас Благословение Господне Аминь Спасибо Христос Спасибо Христос